Неделя прошла плодотворно. Самое главное было, ребят, восстановить и психологически, и физически. В этом плане я считаю, что нам удалось. Хорошие условия для подготовки, поэтому и с точки зрения тренировочного процесса, и с точки зрения бытовых условий мы хорошо подготовились, поэтому остается сутки до игры. И мы, считаю, что плодотворно, еще раз повторюсь, подготовились и готовы к завтрашнему матчу. Отлично прошла, адаптировались, готовимся к предстоящей игре. Все отлично. Результат первого матча не дал стратегического преимущества ни одной из команд, поэтому ничейный результат достигнут, но для того, чтобы пройти в следующий раунд, нам предстоит завтра проявить свои лучшие качества и одержать победу для того, чтобы пройти в следующий раунд. Поэтому с этой точки зрения, да, будут некоторые изменения, но опять-таки они связаны не с тем, что ребята не выполнили план на игру в первом матче, но с точки зрения того, что и по физическому состоянию, по эмоциональному состоянию, вот на этой неделе, где мы тренировались, естественно, я наблюдал пристально, и только с этим связаны, возможно, какие-то изменения. Поэтому завтра дождемся завтрашнего дня, и уже непосредственно завтра мы определимся со стартовым составом на предстоящий матч. Конечно, это не дает, во-первых, преимущества ни одной из команд, потому что мы играем на нейтральном поле, хотя и в статусе хозяев. Но, конечно, я и перед первым матчем отмечал, пускай даже та атмосфера, которая была в Сараево, поддержка Железничара, она хороший антураж придавала и нашей команде, потому что всегда приятно играть, когда есть такая зрительская поддержка, пускай даже они болеют за соперников, но, тем не менее, еще раз говорю, всегда приятно команде и футболистам играть в хорошей атмосфере. Поэтому, конечно, отсутствие зрителей не добавляет положительных эмоций, но, тем не менее, еще раз повторюсь, что важно принимать те условия, в которых нам предстоит играть, и наша основная задача на эти обстоятельства никаким образом не отвлекаться, а постараться с соревновательной, со спортивной точки зрения добиться положительного результата и пройти в следующий раунд. Для меня проблемы нет никакой, я думаю, как и для большинства футболистов. Многие играют на международном уровне за сборные, где, к сожалению, сейчас тоже мы не можем принимать домашние матчи со зрителями, поэтому ничего нового для нас не будем, мы выходим, играем в футбол. Безусловно, мы следим за выступлением всех белорусских клубов в Еврокубках и скажу, что для поднятия нашего имиджа, нашего белорусского футбола, это очень важная победа. Батэ отлично сработал в этом матче, это все-таки Лига Чемпионов, и дополнительные бонусы, дополнительные баллы в Еврокубковые, как говорится, баллы для того, чтобы быть и сеянными где-то в будущих участиях, так, и вообще очень важно подниматься в рейтинге европейском для того, чтобы повышать уровень нашего клубного футбола на европейской арене. Поэтому, конечно же, мы рады, что Батэ одержал победу, и хотелось бы, чтобы и наша команда, и все наши клубы, которые участвуют в Еврокубках, как можно лучше выступили в европейских турнирах, и для того, чтобы, еще раз говорю, поднимать уровень и имидж нашего белорусского футбола. Всегда приятно играть за команду, особенно в таких матчах, когда такая поддержка, столько зрителей. К сожалению, не получилось победить, но я думаю, что в второй игре все исправим. Настраиваюсь, как и на любую игру, выложиться на 100%, кто бы против нас не играл. Обычная команда, ничего страшного там нет. Обычные футболисты, я думаю, что нам по силам пройти их.